Действительно, это была авантюра, хотя под этой авантюрой была полная поддержка, по сути, временного правительства, которое, ну, в принципе, было готово, скрипя сердце, признать Корнилова союзников и офицерства. Офицерство, ну, в большей части. И все как-то не сложилось. Все как-то пошло наперекосяк. Но это как раз принцип авантюры. Потому что, опять же, один человек решает все решать одним способом, а именно ведением смертной казни. Ну, вот единственный рецепт – смертная казнь. А если солдат, покончший самоубийством, расстрелять его обязательно. То есть, других решений не было. Другой говорит о том, что только диктатура спасет Россию, никакая другая. Ну, простите, какая диктатура, если народ уже по-старому жить не хочет и не может? Нет диктатуры. И абсолютно отсутствие планирования вообще стратегического, оперативного, какого угодно. И непонятно, как они до этого воевали с немцами, честно говоря. На самом деле, у меня никаких загадок нет. Я, опять же, в данном случае не специалист, но лично мне, глядя снаружи, все понятно, что происходило изнутри. Потому что любое планирование – это самое главное, что? Это твоя подпись под планом. Вот вы планируете, нужно написать на бумаге, оно по-другому не бывает. Кому, сколько, значит, тебя попуража отпустить, кто какими дорогами отправляется. И твоя личная подпись на данном участке, в данном случае железнодорожного, условно говоря, фронта. А если вдруг с Корниловым что-то не так, если вдруг он делает что-то не то, они проиграют. Это же авантюра, как правильно было сказано. Кто отвечать будет? А все, кто поставил свои подписи, и будут отвечать. А значит, отвечать не сильно хотелось. Да, и было такое. Но с другой стороны, не будем забывать, что все вот эти генералы, полковники и прочие – это были добровольцы. То есть им как бы приказ Корнилова тогда ничего не значил. Раз они вообще решились его исполнять, как таковое, это значит, что они уже подписали, что мы готовы идти за Корниловым. Они готовы-то, готовы, а подпись пока своих где не поставили. А значит, если что, подтянуть их будет очень тяжело. С другой стороны, они же офицеры. В случае удачи, чины, ордена. Это когда в 2014 году, когда было в относительном порядке вертикаль власти, когда там был где-то Николай II, где-то Государственная дума, где-то главный штаб, и всё это было вот одно, вот в едином пулаке, условно говоря. Вот тогда да, там понятно, в случае удачи у тебя всё будет в порядке, и с тобой тоже там будут чины, ордена, медали. А тут-то, между прочим, все же видели, что будет. Это же как раз и есть вот то самое начало гражданской войны, когда сейчас Корнилов победит, вот моя подпись, и сейчас вдруг скажут, что я сделал что-то не то, сейчас половину в расход выведут, и, возможно, меня тоже выведут, или мне придётся кого-то в расход выводить, так зачем я буду оставлять свои пером написанные следы? Ну да, я согласен. С другой стороны, тоже вот эти силы, которые мы можем назвать уже белыми, они же тоже продемонстрировали, правда, впоследствии, когда была написана программа Корнилова, на самом деле, эта программа не его, это период, так называемого, Быховского сидения, когда они под арестом сидели, почётным, кстати, то есть их не унижали, это коллективное творчество, там и Деникин писал, и Корнилов. Там, например, мне понравилось для Корнилова аграрную программу, согласитесь, это главное в России, где большинство населения подавляющих крестьяне, это номер один. Ему писал не сам Корнилов, а писал ему профессор Яковлев, причём там такая радость была, национализация будет, но частичная. Земли будут отдавать солдатам, которые вернутся с фронта. Я не знаю, наверное, этот Яковлев, может быть, Древнего Рима перечитал истории всяких... Могзина. Наверняка, наверняка. Но понятно, что у народа такая... И вообще, у белых до Врангеля с аграрными программами было очень трудно, да и у Врангеля тоже. Врангель, он сделал аграрную программу руками Аболенского и прочих, которая была, вот как у Столыпина, один в один, они просто её переписали, ну, под реалией Крыма. Ну, хотя бы назвали, а остальные просто вот в походе, хотя это главное. Солдаты в основном были крестьяне. Поддержка крестьян значила, что, грубо говоря, тебе продовольство не дадут, если ты как-то наши права нарушишь. И удивительно, что белые, вот они повторяли корниловцев вообще во всём, вот в такой вантюристичности, в том, как они планировали операции, в том, что они надеялись, что за границей нам поможет, что всё уже на мази, в том, что они абсолютно не считались народом и даже не изображали, что они хотят что-то решать. Вот всё это мы наблюдаем уже в корниловском мятеже. Во-первых, он такой концентрированный был во времени и пространстве, но это такой образ уже будущей гражданской... Матрица. Да. Мы, кстати, потом, наверное, поговорим по именно военную составляющую корниловского мятежа, потому что это отдельная история, которая, опять-таки, дала образ или матрицу будущего именно военного конфликта гражданской войны. Ну, тем более, что масса героев белого дела в этом корниловском выступлении принимали самое прямое или опосредованное уж точно участие. Им было как это? Было на что посмотреть. Из корниловской шинели вышли, безусловно. Да, точно, выросли все из корниловской шинели. Я думаю, что на этом тогда мы пока остановимся. Дальше про корниловский мятеж, как про образ грядущей гражданской войны, да, собственно говоря, уже начавшейся гражданской войны, это был её по факту первый горячий акт. Так вот это можно назвать без всякого изъятия. То есть, смотрите, ещё Октябрьской революции нет, но эти люди уже готовы конкретно совершенно вцепиться друг к другу в глотки. Во-первых, вцепиться в глотки неприятным им представителям Советов, это во-первых. А во-вторых, учитывая, как они вели себя внутри одной организации и друг к другу тоже, потом это будет очень хорошо всю гражданскую войну видно. Как они друг друга любили, как они друг другу доверяли, что очень важно. Вот это вот поэтапное выступление непонятно кого, непонятно куда, это же говорит в первую очередь об уровне доверия друг к другу и командованию. Вроде все добровольцы и честь имеют, а при этом доверия я не вижу даже на уровне приблизительном, организационном. Я уж молчу о том, что на самом деле, как боевым товарищам, что я тебя прикрою, ты мне тоже прикроешь, всё, пошли брать Петроград. Этого даже близко нету. И это первое, конечно, это начало гражданской войны, чудом оно не закончилось, очень большим кровопролитием. Причём, заметьте, это всё организовало Временное правительство. Просто вот давайте подчеркнём, чтобы вдруг кто не понял, Временное правительство заигрывало с будущим Наполеоном в российском издании. Привело его к рычагам власти. Привело его к лоссам, а потом вдруг включили заднюю, что давайте всё-таки вы будете не совсем Наполеон, а такой, знаете, Телеран. А Корнилов уже был не согласен. Мюрат. А я не хочу быть Мюратом, я хочу быть Наполеоном. Я хочу быть Наполеоном. Да, какой Мюрат, почему Мюрат? И вот Временное правительство, приведя к власти Корнилова, вдруг оказалось неспособно, ну хорошо, не к власти, а показав ему дорогу к власти, открыв ему путь к этой самой власти, вдруг попыталось его закрыть. Но при этом само этого сделать не смогло, что смешно. А как дальше большевики и все остальные выкручивались из создавшейся ситуации? Не будем забывать про общий кризис. Общий кризис, конечно. В стране. Конечно, это же не просто так было. Где-то какие-то войска, в это время есть фронт действующий. Там с немцами, с австрийцами, и, кстати, на юге с турками, происходят вполне себе настоящие военные действия, полностью сорвано июльское наступление, тут же немцы на Балтике, фактически... Захвачена Рига, важнейший порт. Вот-вот-вот, только хотел выкликнуть, захвачена Рига, а дальше-то, между прочим, от Риги до Петрограда, помыли, уже там делать нечего. Моун-Зунт и все. Моун-Зунт и все. Там единственное, что спасало, это чудовищная плотность минных постановок, про которые даже те, которые эти мины ставили, не всегда помнили. Да, но всегда можно было высадить десант, как это было в 18-м году в Финляндии. Естественно, к пешочкам дойти всегда можно было. Ну и тут при этом вдруг выступают несколько дивизий и идут на столицу, при том, что, с одной стороны, их вроде как правительство временное поддерживает, а с другой стороны, и не поддерживает. Что тоже прибавляет ему авторитетов ковечка. И остроты ситуации. Вот поэтому мы долго думали и решили, что о гражданской войне надо говорить не с мятежачих словацкого корпуса, не с Октябрьской революции, а, конечно, с выступления Корнилова, как яркого примера того, чтобы было, если бы не было Октябрьской революции. Потому что временное правительство однозначно довело бы страну до гражданской войны, без помощи, даже если бы большевиков просто физически не было. Эти парни сто процентов передрали друг другом, и закончилось бы всё очень нехорошо. Кстати, если мы вспомним замечательного представителя философского парохода, философа Ильина. Вот философ Ильин, находясь в эмиграции, он всем честно, причём очень близко к тексту, цитата не точная, но по смыслу абсолютно точная. Он же писал, что белые рыцари, которые пытались спасти Россию, это точно такие же белые рыцари, которые смогли спасти Италию и Германию, то есть фашисты. Он так и говорил, что мы первые настоящие фашисты. Это не эти, они все потом были, потому что, ну, смотрите, там 20 какой-то год, а мы это раньше придумали гораздо, это мы настоящие фашисты, мы настоящие фашисты. И никто из окружающих его не одёрнул, не сказал, что извините, пожалуйста, какие мы фашисты, мы никакого отношения фашисты. Это какой год примерно, он говорил? Так это писалось в 24-м году в журнале «Колокол». Жалко, что Борис Айвенков, по-моему, уже был в Советском Союзе, он бы, наверное, это тоже поддержал. Мне кажется, что в 41-м году Борис Айвенков бы опять с Красновым, как это было в 17-м году, под ручку бы тоже много чего сделал, поскольку это был такой принципиальный враг советской власти, до него к Деникину, к Колчаку очень далеко. Так точно. Ну, вот я о чём и говорю, что у нас всё ушло к фашистской диктатуре. Что такое фашистская диктатура? Фашистская диктатура, кто не помнит, это открытая террористическая диктатура самых реакционных и шовинистических представителей финансового капитала. Вот мы только что видели представителей финансового капитала. Финансовый капитал – это монополистический капитал, слившийся в банковский и промышленный. Что же было? Вот, пожалуйста, они есть. Они есть, а вот вам готовый диктатор, который прямо в своей программе говорит, что начнёт всех стрелять. То есть, это открытая диктатура, без демократических ширм. То есть, это готовый фашист. И говорит про великую Германию, извиняюсь, про великую Россию. Вот, пожалуйста, это прямо готовый фашист, который пост так ещё не назывался. Чудом ушли. Был бы тогда у нас термин не фашизм, а корнилизм какой-нибудь. Так что, белое рыдорство, чёрная сотня, у нас всё это уже было, пожалуйста. Чёрная сотня от коричневых и чёрных рубашек в Италии и Германии не отличается, или от фаланги в Испании не отличается вообще ничем совсем. Кроме крестика. Да, об этом, кстати, философ Ильин говорил, что мы, белые рыцари, гораздо лучше, потому что у нас основа православная, поэтому мы лучше просто. Правильнее. Да, эти тоже ничего. Но они, вот знаете, у них вот вся эта там общество Тули, вся эта их они Нерви, всё это заигрывание с какими-то там… С язычеством. С язычеством. Это очень нехорошо. Ну, заблуждаются парни, заблуждаются. А мы православные. Ну, так тоже ничего. Поэтому мы просто лучше. Вот если бы нам дали всё сделать как надо, мы бы фашизм сделали настоящий, хороший. Вот. Это, кстати говоря, была первая попытка.